Добрый день, в эфире Славянского Сакрамента уникальный гость Семен Георгиевич Шарецкий. Семен Георгиевич является кандидатом экономических наук, доктором экономических наук, последний председатель Верховного Совета Республики Беларусь. Семен Шарецкий является очевидцем событий, произошедших в Республике Беларусь в 90-х, когда к власти пришел Александр Лукашенко. Я также хотел бы напомнить, что Семен Георгиевич является одним из инициаторов в отума недоверия, направленных против нынешнего главы государства. Семен Георгиевич, спасибо за интервью Славянскому Сакрамента. И первый же вопрос, который мы зададим здесь вам, каким образом такому человеку, как Александр Лукашенко, удалось прийти к власти в Беларуси? Ну, в целом, если говорить и проанализировать историю, то это не первый случай. В свое время, когда Германия оказалась обобранной бывшими победителями ее Первую мировую войну, и люди оказались в плачевном по существу состоянии, они готовы были проголосовать за любого правителя, который будет обещать спасать их и наказывать тех, кто их довел до такого состояния. Такой нашелся у Германии – это Адольф Гитлер. Точно такая же ситуация, почти такая же, если быть точным, сложилась у Белоруссии в 90-е годы, когда люди были доведены, в общем-то, до изнемождения. Я помню то правительство Кебича, которое говорило о том, что ну давайте хотя бы на молоко и на хлеб не будем повышать цены, чтобы люди как-то могли существовать. Вот в это время объявляются выборы президента. И один из пяти президентов – это Лукашенко, который обещает тут же поправить положение. Махал списком 70 коррупционеров, которых он немедленно посадит в тюрьму, отберет от них то, что они награбили, якобы раздаст людям и, в общем, выведет страну на цивилизованный путь развития. И поэтому люди поверили этому. Народ был готов принять именно демагога, именно авантюриста, который обещает тут же навести парадок и посадить, главное, посадить тех, кто до этого довел страну. Никто из них не был посажен, никто. Более того, те, кого он называл, того же даже Мясниковича, вот я могу сказать, сказал, что да ну что вы, когда у него спросили, да к нему же без хабара не зайдешь, без узятки и так далее. Ну и где Мясникович оказался? У его когорте. Думали о своей шкуре, о своем благосостоянии и так далее. И его не захотели тирать. Давайте вспомним даже, как большевики приходили к власти. Вы помните Ленин, дворанин, ходивший под галстуком, в шляпе. Как положено, дворанину, с тросточкой даже. А когда приехал у Россию делать революцию, он тут же одел кепку, взял ее в руку, встал на броневик, поднял, кепку эту в руках держал и так далее. Люди в это время, когда они доведены до такого состояния, они готовы, как говорят, любому черту отдаться, только бы он обещал их вывести вот с этого кризисного состояния страну и их облагодетельствовать. Вот поэтому Лукашенко пришел к власти. Но как только он пришел к власти, он через некоторое время, он пришел в 1994 году, в 1995 году, в ноябре, он уже заявил, кто он такой. Он сказал, что он хочет сделать Белоруссию такой, какой была Германия во время Гитлера. Я неспроста поэтому привел Германию в качестве того, как Гитлер пришел к власти. Вот пришел его поборник, его парадков у Белоруссии точно почти таким же путем, с помощью демагогии, с помощью преступных действий. Вы помните Льозненский, этот выстрел? Это же все было сфабриковано, и люди пожалели. Ах, это нашего благодетеля, уже в него стреляют и так далее. Не разобравшись того, что это идет прохвост, который согласен на все, применить любые методы, только бы прорваться к власти. Второй случай. Вот, пожалуйста, с участием того же Федуты, дай Бог, чтобы он скорее вышел оттуда, куда он попал. Ну, это ж так было, когда они ему, Лукашенко, подпороли пиджак, и тут же выдали, как говорят, на гора, выдали людям о том, что якобы эта милиция порвала ему, не пускала его, и так далее, и тому подобное. Все, он стал президентом. Стал. Я повтораю, и заявил, каким он будет президентом. сегодня, если так проскочить эти двадцать с лишним лет, почти уже тридцать, как он во главе, мы уже видим наяву, что то, что он обещал, что он хочет сделать у Беларуси, навести такой парадок, как Гитлер, вот он сейчас и применяет те фашистские методы. Причем, обзывая уже, я это хочу подчеркнуть, оппозицию фашистами. Так спрашивается, а кто же говорил несколько лет тому назад, или даже уже более двух десятилетий, о том, что это он хочет навести такие парадки у Беларуси, какими были они у Германии при Гитлере. И потом он называет кого-то мерзавцев. Так мерзавец тот, который хочет навести парадки, такие у Беларуси, какими были они у Германии при Гитлере. Какие действия, по вашему мнению, были бы предприняты Москвой в случае, если бы летом прошлого года белорусской оппозиции была бы взятая власть в Минске, как этому наблюдали в Киеве во время последнего Майдана? Вы знаете, Украину и Белоруссию сравнивать нельзя, потому тут совершенно были другие ситуации. Я белорусам, тем, которые задают какие-то вопросы, оправдывающие Лукашенко, хочу напомнить, где Захаренко, где Гончар, где Завадский, где Красовский и так далее, и тому подобное. Я хочу белорусам напомнить, если они вышли требовать свои права на улице после выборов 9 августа прошлого года, то что с ними сделали? Сколько человек уже погибших? А сколько заточенных у тюрьму? Причем на годы? На 14, на 10, на 8 и так далее. Это что такое? Ведь они вышли с цветками, они даже снимали обувь, когда становились на скамейке, а с ними как поступили? А с ними поступили точно, как поступал в свое время Гитлер. Ни одного случая, когда бы такой жесткий режим, какой создал Лукашенко, был низвергнут ненасильственными путями. Такого случая нет. Это озвучил Путин. Сказал, что если Лукашенко попросит, мы немедленно окажем ему помощь, содействие. Это он сейчас при встрече с Меркель говорит о том, что белорусы сами должны решать вопрос. А ведь когда он был прав? Или тогда, когда заявлял, что он окажет содействие при просьбе? Или вот сейчас, когда говорит? Когда он был прав? Это какое-то шулерство. Вы помните, когда Путин выдвинул идею русского мира? Что говорил Лукашенко? Какой русский мир? Мы суверенное государство. А? А сейчас, когда, как говорят, запахло жарным, ему дали полтора миллиарда денег, он сказал, белорусы и русские, конечно, один народ, да? Я говорю, что если ему подкинуть еще миллиарда утра, он вообще скажет, что он не белорус, а русский. Это говорил не только Путин, о том, что он готов оказаться действия. Если вы слушали интервью Чубайса, Игора, он говорил, что уже были готовы, готов был десант в Пскове высадиться немедленно в Белоруссию. Если вопрос касается власти, всегда надо иметь в виду российский фактор. А есть ли шанс для Белоруссии в смысле освобождения от нынешнего режима? Надо иметь в виду два фактора. Во-первых, само начеление, его желание и его готовность. В прошлом году, после выборов, белорусские граждане показали, что они создали революционную ситуацию. Но, к сожалению, не было субъективного фактора. Чтобы революция победила, надо два фактора. Объективный это создавшаяся революционная ситуация. И второй фактор это субъективный, то есть сила, способная взять власть. Такой силы, к сожалению, не оказалось. Я еще раз хочу подчеркнуть, за все время существования этого режима, по существу сейчас профашистского, впервые в прошлом году было создано революционная ситуация. Но, к сожалению, не было фактора субъективного. И еще, надо все время иметь в виду российский фактор. Все время. Это я испытал в 96-м году, когда кресло зашаталось под Лукашенко. Мне тут же позвонил Ельцин. Причем позвонил на седьмой день после операции на сердце. Его беспокоила даже больше его судьба, его положение в стране, чем его здоровье. Он на 20 килограмм, как он тогда мне сказал, похудел, но все равно взял трубку и позвонил и сказал «Не мешайте президенту». Почему? Потому что он боялся прецедента, что в Беларуси снимут президента законным путем с помощью импичмента, и эта дорога может быть или этот пример вернее может быть примером и для российской оппозиции. В то время у Бориса Николаевича Ельцина рейтинг был очень низкий. Очень. И вы думаете сейчас Путину очень нравится Лукашенко? Нет. Не поэтому он побеждал, что если Лукашенко попросит, то мы окажем ему содействие. Почему? А потому тоже, чтобы не было прецедента. Я уже несколько раз говорил о том, что у диктаторов есть какой-то негласный свой интернационал поддерживать друг друга, дабы не было примера их падения от законных требований, от законных действий граждан. Оппозиционеры заявляют, что они и дальше готовы сотрудничать, конечно, при соблюдении суверенитета Республики Беларусь с Россией и так далее. Он не этого Путин боится. Он боится вообще снятия Лукашенко законным путем. Вот чего он боится. Почему он поддержал Мадуру у Венесуэли? Почему это далекое расстояние? Это не сосед, но это диктатор, которого надо поддержать, дабы не было примера законного снятия. Почему история Беларуси в советское время искажалась, язык уничтожен, русифицирован? Зачем нужно было уничижать настоящую историю нашего белорусского народа? Вы знаете, любой завоеватель другого народа, он прежде всего что делает? Стремится уничтожить, стремится отбить память у людей о прошлом и стремится как можно опошлить его язык. Это еще случилось во время Екатерины Второй, когда Беларусь вошла в состав Российской империи. Кстати, она еще задолго до этого заявляла о том, что если это случится, то она сделает все для того, чтобы русифицировать присоединенные к ней земли. поэтому правительство большевиков, оно ничем не отличалось в этом плане. Ничем абсолютно. Ни сталинское руководство не отличалось, и Ленин не отличался. Он провозгласил самоопределение вплоть до отделения наций и создания своих государств. Но когда создавался Советский Союз, тогда у Ленина, у Троцкого, у Каменева, у Молотова и у других уже было такое желание, что вот-вот должна вспыхнуть революция, а если не революция, то и войной пойдем и поможем стать социалистическими государствами и другие. Но вы знаете, откуда это идет? Это идет еще от Маркса, Энгельса, которые считали вообще, что революция социалистическая может победить или во всех странах одновременно, или, по крайней мере, в ради передовых стран одновременно. Потом в 1878 году один из социал-демократов Германии, я уже вчера об этом говорил, выдвинул идею, поскольку капитализм начал уходить в стадию империализма и развиваться в каждой стране по-своему, то есть неравномерно, он выдвинул идею о том, что можно победить и в одной отдельно взятой стране или, скажем, в двух-трех странах одновременно. Через некоторое время Ленин пишет работу о Соединенных Штатах Европы и там эту идею повторяет. Но он не отказывается, ни он, ни Троцкий, ни Зиновьев, не отказывается от того положения, что окончательно победить социализм от марксистского положения не может в одной стране, а может только в нескольких странах или во всем мире. Поэтому в 1919 году создается Коминтерн, Коммунистический интернационал. это по существу штаб мировых революций. В первом пункте устава этой организации было записано о том, что победой социалистических революций в других странах, которые будут поддерживать советскую власть, ну и строительство социализма в России, что будет создан мировой союз социалистических республик. Кстати, Сталин, который сразу не понял этой затеи по-видимому, и вот Путин говорит, он был против этой мины, закладываемой Лениным под создание Советского Союза. Сталин действительно не понял, но именно Сталин делал доклад на первом все союзном съезде Советов 30 декабря 1922 года. И он повторяет, что создается Советский Союз, Союз Советских Социалистических Республик, как прообраз будущей мировой страны такой, мирового Советского Союза. Путин этого не договаривает. Это не уходит в его, ну, если можно сказать, не укладывается в его тезис. Так что, если говорить правильно, то Ленин, настаивая на создании Советского Союза, закладывал мину не под Советский Союз, а под капитализм, как он думал. Оптимальный вариант развития народа, как нации, потому что он вот говорит народ и не расшифровывает этого слова. Слово народ это очень расплывчатое. Белорусский народ, русский народ, украинский народ, советский народ, европейский народ, это же совершенно разное понятие, да? Европейский народ это объединение, собственно говоря, народов, а можно сказать европейский народ. Поэтому более правильно говорить о нации и организация называется объединенных наций, а не народов. Объединенных наций. Поэтому если говорить о развитии народа как нации, нации, любой, то наиболее оптимальный вариант, когда она имеет свою квартиру, когда имеет она свое государство. Поэтому развалились империи буквально все. И далее начинают разваливаться или разъединяться нации, которые были, казалось бы, ну, даже сплочены в одном государстве. Почему Чехословакия стала Чехией и Словакией? Почему Югославия распалась на нескольких государств? Причем очень хорошо, когда этот процесс проходит мирным путем, как, скажем, у Чехословакии. Такое ждало и Советского Союза. Никакой не Ленин, а со временем, когда народы осознали, что они действительно народ, когда, как Купала говорил, белорусы вышли огромнейшей громадой, почувствовал себя отдельной нацией, отдельным народом, почувствовали, что они тоже люди. И поэтому он говорит, чего они вышли такой громадой, потому что они хотят людьми зваться. Поэтому рано или поздно Советский Союз должен был быть реформирован. И если бы это руководители понимали, он, собственно говоря, Путин прав. Он держался только на таком клее, как коммунистическая партия, которая решала все. Не Советы, не исполнительные органы Советов, а решала ли партийные комитеты, съезды, пленумы ЦК и так далее. Поэтому стоило только партии, как говорят, расклеиться самой, а она должна была расклеиться, потому что сами идеалы партии идеи партии, они были идеалистическими, они были нереализуемые. И в этом, если можно сказать, повинен во многом Маркс, Энгельс, ну и, конечно, Ленин и так далее, которые стремились создать несоздаваемое государство, реально несуществующее, а существующее только вон в библейском представлении рай. И если вы посмотрите на кодекс строительства коммунизма, на программу, принятую 22-м съездом КПСС, это же не что иное, как по существу интерпретация библейских преданий о том, что можно построить государство такое, где вы только вот удумайтесь, и благо польются потоком. То есть не надо их создавать, они польются откуда-то потоком. Ну, разве это не идеально? Поэтому партия должна была и жить себе, и как только она и жила, то есть перестал существовать этот клей, который склеивал эти государства, эти нации, Советский Союз распался. Но ведь вообще известно, что Владимир Путин считает распад СССР трагедией. Считаете ли вы закономерным фактом падения Советской системы? Ну, вы задали вопрос о том, что Владимир Владимирович Путин его поднимает, и я в своих статьях, вот я уже буду писать третью статью, поскольку он не успокаивается доказывать, что мы один народ. Одним из аргументов он приводит то, что мы выходцы, или как он выражается, наследники, то есть мы русские, белорусы, украинцы, из одного государства. Так я тогда, вот вчера я говорил, сегодня хочу повторить, у нас с Галиной Ивановной два сына. Мы это единая семья. Они выросли, создали свои семьи. Разве можно сказать, что их семьи это единое целое? как он говорит о том, что белорусы, украинцы и россияне или русские это единое целое? Ну, разве это так? Семен Георгиевич, какого мнения вы придерживаетесь к современной белорусской оппозиции? Ну, вы представляете, сколько уже разных организаций в этой оппозиции? Вот я когда слушаю их, так каждый из них говорит об объединении, но, ну, не каждый, но многие из них стараются создать свою организацию какую-то. И вот даже я смотрю на выступления отдельных оппозиционеров, они чуть ли не ведут уже предвыборную кампанию, когда режим этот рухнет, а они пойдут у президента. Оппозиция должна созреть тоже, как и народ для восприятия новшеств, народ должен созреть, так и оппозиция должна созреть, чтобы эти новшества выработать. Во-первых, многие из оппозиционеров, к сожалению, и известных оппозиционеров, говорят, как уже вроде бы все случилось, но я еще раз повторяю, для того, чтобы что-то потом претворать, демократизировать страну, развивать экономику и так далее, вначале надо решить вопрос о власти, о власти. пока что оппозиция я не вижу, чтобы приближалась к власти, покуда что, к сожалению, этого нет, это не наблюдается, к сожалению, я повтораю, сам я, если на то пошло, конечно, уже, как я выражаюсь, человек почтенного возраста, но я не могу быть равнодушным, когда я вижу, как избивают людей, сажают у тюрьмы лишь только за то, что они имеют свое мнение, пусть оно порой бывает и неправильное, у чем-то они заблуждаются, но вместо того, чтобы им пояснять, разъяснять, рассказывать, их сажают в тюрьмы, потому что те, кто сегодня во главе, он не думает о народе, он только раньше обвинял, в том числе нашу, более старую оппозицию, что мы якобы народ считаем быдлом на самом деле, народ считает быдлом нынешний режим, потому что вы посмотрите, какая идет зачистка от неугодных для него людей, зачистка организаций, зачистка отдельных деятелей и так далее. То есть там, по существу, вот создаются такие парадки, которые и были при Гитлере, и которые были у сталинские времена. Это все было у сталинские времена в 30-е годы. Зачистили все. На днях в России отмечали 30-летие августовского путча, произошедшего накануне развала Советского Союза. Ваше мнение о ГКЧП? ГКЧП хотело, и они пытались упредить подписание договора, который якобы подготовил Горбачев Михаил Сергеевич, тогдашний президент и тогдашний генеральный секретар ЦК КПСС. Он вместо Союза Советских Социалистических Республик якобы предлагал это с его слов. Я разговаривал с Камшушкевичем, с Краучуком, они не видели этого договора. Они не видели этого договора. Он их собирал там у Нового Огарова, рассказывал им сказки, угощал потом, а потом опять говорил, что в следующий раз соберемся и конкретно поговорим. Но с его слов, из того, что стало видно сейчас, вместо Союза Советских Социалистических Республик он предлагал создать Союз Суверенных Республик. И слово социалистических выпадало. Ну вот ГКЧП, ГКЧПисты, они пытались упредить подписание этого договора. Этот договор не был подписан, конечно, потому, что после вот их провала, их задумок провала, ну, начал распадаться Советский Союз уже фактически, не просто потенциально, а фактически. Да и сам Горбачев трудно сказать, как он вел себя. Ведь в то время он прикидывался таким бедным ягненком, который вот был обижен всем, они его изолировали там и так далее. Через 20 лет он заявил уже о том, что он знал их замыслы, поэтому трудно сказать. Вел себя тогда он как в общем-то не президент уже, а в общем-то только что цеплявшийся за власть. Как понимать лицемерие лидеров западных стран? С одной стороны Байден, Меркель порицают действия режима Лукашенко, а с другой стороны продолжают его подпитывать и спонсировать. Тут я имею в виду недавний миллиардный транш Международного валютного фонда. А Меркель, она президент Украины или Беларуси или Германии. Она премьер-министр правительства Германии, да? И она думает о том, о германском народе. Ведь экономические интересы это прежде всего. Это и Маркс говорил, да и каждый человек это чувствует. Прежде чем думать, идти там, скажем, куда-то, на митинг и так далее, вначале надо покушать, одеться, надо иметь жилье и так далее. Поэтому не может она поступить по-другому, руководствуясь экономическими интересами немецких граждан, что им необходим газ, и поскольку российский дешевле, чем американский, все, труба будет достроена рано или поздно. Рано или поздно. Понимаете? Вот почему. Поэтому не надо думать, что другие народы будут жертвовать во имя Беларуси своим благосостоянием. Белорусская власть, она зависит от самих белорусов. Я помню очень хорошо, вот те времена, 96 и позже, когда большинство белорусов поддерживали Лукашенко, не нас оппозицию, а Лукашенко, несмотря на то, что я предупреждал. Вы же знаете, что была статья специально в сентябре 96 года, где я говорил о том, чем это все закончится, если народ поддержит вот этого поборника гейтлеровских парадков. Сегодня мы уже наблюдаем, народ проснулся, слава Богу, народ осознал, что он народ, и так далее. Но, увы, я повтораю, не было, во-первых, субъективного фактора в прошлом году, и второе, еще и еще я раз говорю, всей оппозиции надо не исключать российского фактора, потому что вот эти заявления о том, что, ну, мы и дальше будем с Россией, и так далее, и тому подобное, прежде, чем думать о том, с кем мы будем, надо сразу думать о том, а как прийти к тому, чтобы иметь право уже не только думать, а и осуществлять свои замыслы. Вот вопрос о власти сейчас самый главный, самый коренной, самый неизбежный, который надо решать, это вопрос о власти. Это действительно самих белорусов, которые, которые должны решить этот вопрос, но не исключая российский фактор. Семен Георгиевич, спасибо большое за ваше интервью. Я напомню, что в эфире Славянского Сакрамента был последний председатель Верховного Совета Республики Беларусь Семен Георгиевич Шарецкий. Пожалуйста, комментируйтесь, делитесь этим видео. Транспортная компания Divine Enterprises предлагает высокооплачиваемую работу с наилучшими условиями на рынке труда для водителей категории А. Мы находимся в Роузвилл, Регион Сакрамента и являемся лидерами в отрасли по качеству обслуживания. Мы гарантируем контрактные грузы и постоянные маршруты, гибкий график работы и отдыха, лучшие в отрасли условия оплаты труда, возможность зарабатывать бонусы и премии за безопасное вождение и высокое качество работы, пенсионный план 401К и многочисленные льготы. Мы также предлагаем новый терминал в Роклин, Калифорния, круглосуточная диспетчерская поддержка, новые траки и трейлеры. Мы также предоставляем программы интенсивного обучения для новых водителей. Дивайн Энтерпрайзес – это лучшая компания для вашего профессионального роста. Станьте частью нашей команды сегодня, позвонив по номеру 916-781-7200 Экстеншн-223 全 – это лучшая Thanks for To be continued… Продолжение следует...